Ну что ж, приступим к созданию нашего проекта. В первую очередь откроем программу Xcode и выберем Create a New Xcode Project. Создать новый проект. Выберем Single View Application в разделе iOS Application. Нажмем кнопку Next. Дадим нашему проекту наименование. В качестве языка программирования выберем Objective-C. В качестве девайса выберем iPhone. Чекбокс напротив записи Use Core Data оставляем пустым. Нажимаем кнопку Next. Выбираем место хранения нашего проекта и нажимаем кнопку Create. В первую очередь поработаем с интерфейс-билдером. Выберем файл Main Storyboard. Левую вкладку я пока что закрою в текущем уроке. Это нам не пригодится. Во вкладке с правой стороны выберем самый первый пункт в верхнем Top Bar меню. И снимем чекбоксы с Use Auto Layout и Use Size Classes. Это нам тоже не пригодится. Создавать проект будем по умолчанию для экрана iPhone 5. Хорошо, теперь обратимся в наше окно заготовок UI элементов и выберем Navigation Controller. Зажав левую клавишу мыши, просто перетягиваем его на окно интерфейс-билдера. И отпускаем. Таким образом мы добавили два окна на наш интерфейс-билдер. Как вы можете заметить, Navigation Controller по умолчанию уже связан с окном приложения, которое содержит внутри себя табличное представление. Оставим это по умолчанию. Выберем Navigation Controller. Перейдем в меню атрибутов, выбрав соответствующую закладку в верхнем Tab Bar меню. Напротив записи Is Initial View Controller установим чекбокс. Как вы можете заметить, напротив Navigation Controller появилась характерная стрелочка. Опция Is Initial View Controller указывает на то окно приложения, которое будет первым продемонстрировано пользователю при запуске мобильного приложения. Однако в случае с Navigation Controller, несмотря на то, что стрелочка указывает на него, первым будет продемонстрировано окно с табличным представлением. Navigation Controller не является самостоятельным элементом юзер-интерфейса. Это инструмент, который отвечает за переходы между окнами и сохранение истории таких переходов. Выберем в качестве симулятора iPhone 5. Запустим наше мобильное приложение путем нажатия кнопки Run. И посмотрим, что получилось в итоге на текущий момент. Подобный запуск мобильных приложений на этапе их разработки позволяет их очень эффективно отлаживать. И это рекомендуется делать довольно часто. Итак, как мы видим, на экране уже присутствует табличное представление, правда с пустыми ячейками, которые мы потом заполним. Все скроллится, реагирует на тач-касание. Отлично. Остановим работу нашего проекта, будем нажать на кнопки Stop и перейдем к следующему этапу. Теперь нам нужно осуществить переход в окно мобильного приложения, в котором мы в будущем реализуем юзер-интерфейс, отвечающий за создание нового события. Для начала перейдем в меню заготовок UI элементов. Найдем и выберем BarButtonItem. Зажав левую клавишу мышки, перетянем данную кнопку на NavigationBar окна с табличным представлением. Как вы можете заметить, при наведении на NavigationBar кнопка встает в заранее заготовленное для нее программой место. Данная кнопка содержит ряд заготовленных стилей на разные случаи жизни. Мы выберем первый – Add. Теперь иконка отображает всем знакомый плюсик. Теперь нам нужно установить так называемую связь. Это можно сделать из окна интерфейс билдера. Зажимая правую клавишу мышки на кнопке, проводим вот эту синюю линию к тому окну, с которым необходимо установить связь. Также это можно сделать и из дерева UI элементов нашего окна приложения. Повторяем аналогичные действия. Зажимаем правую клавишу мышки, не отпуская ее. Ведем синюю черту к окну и отпускаем. Теперь в появившемся меню мы видим три пункта, три варианта перехода. Навигейшн контроллер поддерживает только пуш-перехода, поэтому выбираем первый пункт. Теперь при нажатии на иконку пуш-перехода система подсветит ту кнопку, тот UI элемент, который отвечает за данный переход. Это очень удобно. И как вы можете заметить, на нашем вью-контроллере появился также навигейшн бар. Ну что ж, запустим наше мобильное приложение и посмотрим, что получилось в итоге. Отлично, появилась кнопка плюс, при нажатии на которую мы осуществляем анимированный переход на следующее окно. Как вы можете заметить, в навигейшн баре автоматически была добавлена кнопка back, нажав на которую мы вернемся на предыдущее окно. Данную задачу выполняет как раз таки навигейшн контроллер. Ну что ж, остановим наш проект и подведем краткий итог. В проект мы добавили навигейшн контроллер, отвечающий за переходы между окнами. Было добавлено окно мобильного приложения, которое содержит внутри себя табличное представление. Была добавлена кнопка, нажав на которую осуществляется анимированный переход на следующее окно. Все это было реализовано, не написав ни одной строчки кода. Всем спасибо за внимание.